всем привет дорогие друзья сегодня у нас очень насыщенный день можно сказать день балета вначале я буду снимать замечательную лизу с летящими тканями сейчас мы едем к нашему известному дизайнеру ольги бузыцкой и будем подбирать ткани образ для лизы потом собственно поедем студию снимать эти ткани с вентилятором ну по крайней мере я так это и вижу нужно блузку взять и вот эту хорошо уля еще блузку бензина вы упакуете бензин же но это шел круто что-то ну что дорогие друзья сейчас вы видели что мы взяли вагон большой ткани летящих структурных самых разных цветов я не знаю пока что мы будем с ними делать придем на съемку посмотрим ну а пока чашка чая у турки бузыцкой более большое тебе спасибо за помощь и сейчас поедем уже в студию все это собирать и включать вентилятор что дорогие мы идем на студию на улице сегодня какой-то такой безвременье непонятная серость вот уже снег стаял поэтому можно ходить ярких сказала масло в черной куртке у меня есть желтое пальто мы перенесли студию чуть пораньше на сегодня идет по времени где-то на минут 45 вперед я боялась пробок пробок нет поэтому мы все сдвигаем сдвигаем но на мой взгляд чем раньше сядем тем раньше и увидим все уже совсем близко сейчас придем здравствуйте да нафиг свет козы глядя что ж такое ну конечно одно из самых главных вещей когда вы приходите в студию пожалуйста чистите матрицу перед тем как вы идете в студию потому что мы работаем на закрытых диафрагмах закрытые диафрагмы они проявляют все все весь мусор вы потом увидите чтобы не было мучительно больно фотошопить нужно подготовиться заранее мы вчера например матрицу специальными швабрами протерли но опять же прочистку матрицы тряпкой туда не лезть по хорошему лучше либо продуть просто груши типа клизма либо отнести в специализированный центр пожалуйста не надо не надо не надо лезть туда руками нет никогда я сейчас буду снимать получается вот это таблиц головы может быть даже может быть что-то с руками то есть у нас контрольник идет лицо туда вам такой лайфхак если вы работаете с вентилятором а вентилятор он дует очень сильно и холодно берегите модели работайте пожалуйста короткими промежутками быстро включили вентилятор сняли 2 3 кадра опять же мы всегда говорим модели что делать после этого отключили вентиляторы дали модели отдышаться и согреться потому что я думаю что там холодно холодно поэтому берегите модель модели это самое важное что есть у нас общие фотографии может быть действительно чуть поменьше могу вот так Нет, может, я чуть наверху надеюсь, не буду. Да, может, я чуть-чуть сделаю, да, вот так. Слушай, я ее могу снимать, вот так, скачу. Да, она из мусских съемки, все взяли. Ну, красивые, да, правда, же? Да, она из мусских съемки. Да, она из мусских съемки. Слушай, ну это очень красиво. Ну что, дорогие друзья, сейчас у нас будут высокохудожественные эффекты. А вот для этого нужен вот такой замечательный тюбик. Берете лишний защитный фильтр. Никогда не нужно мазать на объектив, потому что вазелин не оттирается до конца. Так я на то место мазать, а то, господи, я вспомнил был. Вот, просто берете вазелин. И его размазываете самым грубым образом при помощи пальца. Вот. И смотрите, какие эффекты вы можете им добиться. Но желательно все равно оставлять в середине небольшую дырку, иначе у вас камера сойдет с ума со всем. И не настроится. Вот. Такой вот интересный способ убить изображение при съемке. Так как у нас белая ткань, ну она не белая, она телесная, да, то вазелин нам ее должен сейчас немножечко добавить такого эффекта блюра и сияния. Ну посмотрим, как получится. Потому что вазелин, эта вещь, она совершенно непредсказуемая. Может отработать хорошо, может отработать не очень хорошо. Изначально это тоже был самый обычный защитный фильтр, но сейчас вот он такой вот у меня вазелиновый. Вот. Тут, конечно, можно пальцем уже в него тыкать, потому что этому фильтру ему уже ничего не грозит. Что, пойдемте посмотрим, как получится. Как получится? Интересно. Что, попогнали? Да, поспать. Да, пока. Да, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще тоже очень важно, вы должны понимать, что же вы хотите на съемке получить. Даже если вы взяли с собой кучу тканей, сегодня мы сняли, взяли с собой и сетку, и вот эту вот с пайетками, и ткань майский жук, хотя на самом деле это очень дорогой шелк. Но, как вы видите, я сегодня не стала их использовать, потому что они мне не нравятся, они не подошли под образ. Брать нужно много, если есть возможность, потому что у вас тогда будет на съемке более широкий выбор. Но совершенно не обязательно все использовать, то, что вы взяли. Вы можете это использовать, если вам надо для образа, и если не надо, можете не использовать. Сегодня мы отработали всего два куска ткани, причем отработали хорошо, я довольна. Сейчас у нас еще что-то будет, по-моему, с тем же куском ткани, который мы уже отработали на предыдущем сете. Пойдемте посмотрим, времени осталось не так много, и мы будем заканчивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, дорогие друзья, все, мы закончили. Мне понравилось. Сегодня мы снимали и со студийным светом, и с пилотом, и вообще без света мы снимали. Как видите, совершенно разные эффекты при минимальных положениях в ткань. Еще раз хочу сказать большое спасибо Ольге Бузыцкой за то, что она нам помогла. Спасибо моему ассистенту Ане сегодня. Спасибо, конечно же, Лизонька, иди ко мне, радость моя. Конечно же, спасибо моей любимой модели, которая замерзла под вентилятором в Лизе. И я надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя фотокухня. Пишите вопросы в комментариях. Ну и если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного. Пока-пока.